привет друзья с вами алексей и сегодня мы будем делать с вами ручку из вот такого интересного ясеня легкой руки моих друзей получивших название ван гоговский ну и эта ручка является завершающей и заказа из четырех ручек со вставками то есть мы ее будем делать из 51 фурнитуры хромированный и вставка у нас будет из зеленого клёна как обычно начинается все с раскроя древесины я делаю обычный брусок сечением 21 на 21 миллиметр на бруске есть такой грязный фрагмент его нам необходимо отпилить то есть ручку надо было разметить по бруску таким образом чтобы этот кусочек ушел в утиль ну а дальше как обычно натягиваем полотно на лобзике и готовим последнюю деталь для нашей работы это пластиковую вставку здесь ничего необычного и нету я опять же не делаю ошибку который делал в прошлый раз я не сверлю отверстие для латунной трубки заранее поэтому все получается достаточно хорошо и вот это вот выпиленную деталь остается только после этого отшлифовать и уже можно склеивать весь наш цветной интересный бутерброд в этот раз мне кажется я придумал более оптимальный способ намазывания клеем я его намазываю на деревянные заготовки а пластиковую деталь уже вкладываю между ними тогда у меня ничего не плывет во время намазывания и все складывается достаточно удачно теперь пшикаем активатором и вот это наша новая деталька едет на гриндер для того чтобы получился вот такой вот ровный прямоугольник осталось только обрезать эту деталь в размер и можно начинать сверлить отверстие для вставки и вклеивания латунных трубок на которых будет держаться вся фурнитура здесь я как обычно забыл вначале зайти центровочным сверлом поэтому немножечко бьет у меня сверло но это не критично детали после того как мы просверливаем отверстия оказываются нормальными и можно спокойно вклеивать латунные трубки опять же напомню перед тем как вклеивать эти латунные трубки все отверстия я продуваю без пистолета и даже специальной щеточкой пытаюсь выгнать оттуда пыль потому что иначе у нас есть большой шанс того что клей застынет еще до того как вы вставили до конца эту латунную трубку вот так как я наношу клей на трубку я его размазываю прям носиком самого тюбика с клеем после этого вставляю уже латунную трубку в деталь и позиционирую ее там так чтобы она утопилась не сильно далеко теперь надо детали торцевать и это делается с помощью баррел триммера напомню про баррел триммеры у меня на канале есть отдельное видео для того чтобы вам было понятно что это за инструмент зачем нужен и что это за действие я такое замечательное сейчас делаю конечно же торцуем и все с двух сторон и если трубка в деталь зашла достаточно глубоко то я предпочту вначале немножечко подрезать эту деталь чтобы баррел триммеру было немного работы ну и теперь давайте собирать нашу токарную установку вставляем андрей надеваю втулки для точения и собираю комплект наших деталей согласно втулкам так чтобы все это дело у нас ровненько точилась еще раз напомню что всегда я собираю нашу токарную установку таким образом чтобы детали были расположены так как они будут на ручке когда колпачок навернут полностью сверху благодаря этому я никогда не ошибаюсь с тем как у меня расположены детали то есть у меня никогда не бывает так что после сборки точнее после приготовления детали я не могу собрать ручку так чтоб стыковался цвет на ней ну и начинаем обработку в этот раз я повернул режущую поверхность на резце и точение идет достаточно шустро практически не закусывая ничего но как обычно бывает вот такие вот небольшие остановки детали то есть надо поначалу просто идти аккуратно снимать первые самые свои пока деталь не станет круглой но затем уже можно более агрессивно снимать но помните агрессивный седиом последних миллиметров противопоказан иначе будут определенные сколы обратите внимание что я останавливаюсь специально разделители и там протачиваю отдельно потому что он чуть поплотнее ну и также заметил небольшие трещины которые за залился она акрилатом и после этого перехожу уже к прямоугольному резцу потому что им я довожу последние так сказать миллиметры до готового состояния все дело в том что такой резец работает как цикле и можно в принципе вывести поверхность достаточно до хорошего состояния что не надо будет сильно шлифовать ну и дальше мы начинаем уже обработку цианоакрилатом здесь я вывел более оптимальную формулу нанесения покрытия если в предыдущих ручках я поливал мой так сказать детали цианоакрилатом то здесь я наношу их исключительно на салфетку не поливаю ничего сверху нанес клей на одну деталь складываю салфетку и начинаю наносить клей на вторую деталь предварительно детали я смазал длинным маслом и теперь один за другим я буду наносить три слоя на все эти детали то есть благодаря тому что я складывал салфетку я выиграл некоторое время и у меня уже на первой детали на колпачка клей встал пока я наношу клей на деталь колпачка встает клей на детали тела ручки так я делаю три слоя после этого опять наношу масло даю ну как бы даю немножко слоям высохнуть чуть побольше пару минут опять наношу масло и еще три слоя после этого опять даю чуть-чуть высохнуть наношу масло и еще три слоя таким образом мы набираем толщину цианоакрилата он наносится достаточно легко и количество прошлифовок после обработки да и мне кажется будет меньше и меньше шанс того что я вижу какой-то не гладкое пятно на ручке да то есть она будет какой-то там не глянцевая да и придется все перешлифовывать ну и соответственно просто как нанесли все покрытия все отшлифовали теперь остается только снять все это дело и срезать лишние цена акрилат с торцов но вначале все надо снять с пластиковых втул как обычно я пользуюсь для этого мандрелом и аккуратно скалываю все после подрезаю все ножом очень аккуратно опять же двигаемся ножом в центр заготовки ну и немножечко пытаемся сошлифовать все на патике проверяем что на торцах не остается цианакрилата то есть не что у нас нашу заготовку не испортит во время запрессовки остатки цианакрилата на торце могут треснуть при давлении на них в прессе соответственно если треснется она крыла по торце трещина может распространиться и на боковую часть ручки и это все испортит ну и после того как детали готовы я немножечко их шлифую на муслиновом круге и мы переходим непосредственно к сборке здесь ничего хитрого нет если у тебя набита рука аккуратно заправляешь детали в латунную трубку латунную втулку которая вклеена в дерево и запрессовываешь все просто как запрессовал две детали надо собрать ручку вставляется пружина стержень и накручивается носик вот она готова после этого процесс где надо аккуратно подобрать рисунок дерева чтобы навинченный колпачок у него рисунок дерева совпадал с телом ручки ну это мне удалось немножечко поджимаю руками детали и все идет в пресс и последняя но не самая как бы неважная часть это видеть клипсу клипсу я стараюсь располагать так чтобы она закрывала самую некрасивую часть рисунка дерева и все ручка готова теперь остается только наслаждаться финальным видео того как это ручка выглядит я понимаю что не всем понравится цветовая гамма но все же как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные ну а я с вами буду прощаться подписывайтесь на канал ставьте лайки ждите новых видео всем пока